Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Управление ГИБДД по Кировской области традиционно в январе опубликовало данные по аварийности за 2017 год По сравнению с 2016 количество ДТП у нас сократилось незначительно, почти на полтора процента Число пострадавших минус 2,3 процента 1980 человек Погибло в прошлом году на дорогах нашего региона 175 граждан Причем в официальном сообщении госавтоинспекции не упоминается разница с позапрошлым годом Но отчет ведомства годичной давности найти нетрудно И из него выясняется, что в 2016 в автоавариях в Кирове и области погибли 172 человека То есть в 2017 летальных случаев стало больше Почти на 2 процента Трасса 101 Полис ОСАГО с большой вероятностью заметно подорожает летом 2018 Это будет первый шаг на пути либерализации цен на автогражданку В целом процесс, сообщило Министерство финансов, займет 2-3 года По словам представителя ведомства, в итоге платить дороже и намного дороже будут водители, регулярно нарушающие ПДД А законопослушным автомобилистам обязательно автостраховка якобы будет обходиться дешевле, чем сейчас Трасса 101 Министерство внутренних дел пояснило, почему с 1 января этого года под сокращение попали 10 тысяч сотрудников ГИБДД Как сообщалось ранее, 6 тысяч из них реальные инспекторы, 4 тысячи вакансии Произошло это потому, что полномочия по фиксации нарушений ПДД Госавтоинспекция передала органам исполнительной власти Экспертов такой комментарий насторожил, потому как закон, по которому ответственными за фото, видео, фиксацию нарушений и их обработку становятся региональные власти, еще не принят Ford Focus стал самой покупаемой в России иномаркой с пробегом в 2017 году Toyota Corolla получила второе место На третьем оказался Hyundai Solaris Также в пятерке Toyota Camry и Renault Logan Всего в прошлом году наши соотечественники приобрели почти 4 миллиона поддержанных легковушек, что больше уровня 2016 на 3% Трасса 101 На сайте авто.ру на продажу выставили Rolls-Royce 1914 года выпуска, на котором передвигался последний российский император Николай II Машину оценили без малого в 300 миллионов рублей В объявлении говорится, что автомобиль сейчас находится в Берлине Следующим после царя его владельцем был некий американский коллекционер, затем немецкий На ходу ли раритет, можно только догадываться На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok